Город 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 прежде всего я хочу вас удовлетворить что пришли да вот 20 февраля этого года исполнилось ровно два года как выходит эта серия для гражданского дома мне уже раз приходилось представлять даже в этих стенах поэтому я боюсь что буду что-то повторяться но не обойтись без этого тем не менее возникла идея издания этой серии после того как вышли книги про памятника витебска витебска про доски мемориальные витебска вот тогда в общем-то было выбор что делать улицы или дома но поскольку в прессе особенно электронной очень часто появлялись публикации связанные с домами витебскими причем какие-то такие дома которых не сразу узнаешь много но когда прикинул что это будет то понятно что одной книжкой не обойтись и тогда вспомнилось мне что в моей библиотеке есть есть я собираю 16 лет собираю литературу о наполеоне в один двенадцатого года кстати в этом году в августе исполнится 250 лет со дня рождения наполеона может быть мы даже отметим так вот в моей библиотеке есть маленькая книжечка которая называется показывает вот смотрите вот такую серию в 80-е годы выпускало московское издательство московский рабочий видите она маленькая по размеру нормального формата явно было рассчитано на то что люди будут ехать в метро или там в электричках делать им нечего сейчас игрушек таких чтобы как сейчас играются уже туда еще не было и вот тогда они стали задумывать очень хорошую серию у меня была связь с московскими историками хорошая как раз так которые занимались войной двенадцатого года мне прислали эту книжечку у меня таких несколько книжек связано с домами московскими которые связаны с войной двенадцатого года я потом подумал почему бы не сделать то же самое витебске сделать биограмму витебского дома и вот видите мы с Сережем серебро мы даже что-то отсюда взяли ну и все во-первых формат мы этот забраковали потому что какая полезность зачем-то нужно решили сделать нормальный формат а все остальное в общем то то же самое фотография эмблему сначала мы хотели ратушу Ублева сделать а потом подумали нет ратуша будет книжка и вообще почему ратуша на такое такое здание которое ничего нейтральное так можно сказать нейтральное здание ну а остальное все мы сделали точно так же правда обложку тоже сделали другую и решили лучше что мы поместим карту города и где-то обозначим именно этот вот объект вот так возникла эта серия биографии витебского дома ну я уже сказал что 22 февраля 17 года вышла первая книжка из этой серии она была посвящена дому номер 3 на улице Суворова и сейчас покаюсь я уже жалею что я видимо не совсем правильно поступил все таки надо было конечно начать с ратуши ну ратуши у меня аж не официальный символ города конечно с нее надо было но книжка про ратушу я сейчас ее уже почти сделал она будет где-то наверное в 12 выпуске она требует очень много времени много материала это все требовало а мне хотелось бы быстрее а это здание как вы знаете самое такое богатые досками мемориальные там их чтоб 5 наверное досок и вообще здание конечно связано с громадным количеством известных людей ну только может быть в Бурарский дворец приплевывает такое здание а так там же закончили училище ну десятки буквально известнейших художников так что вот первая оказалась посвящена этому зданию а потом потихонечку пошло все дальше второй выпуск посвящен зданию о котором я буду сегодня тоже упоминать между прочим это называемый дом специалистов интересно здание тем что неправильная дата постройки во первых когда уже стал заниматься этим делом дата которая считается дата постройки это год когда начали строить а вообще не удивляйтесь этот дом никогда официально не сдавали когда этот дом заселили он не был официально сдан потому что его не дать делали до конца я сейчас об этом буду говорить об этой проблеме сумасшедшей жилищной которая была в Витебске собственно не только в Витебске в одном но настолько уже было все тяжело что вся эта профессура въехала недостроенный дом Рыжбель крыша над головой была ну ладно это второй выпуск третий уже ну вот здесь различные третий область полковной все таки тоже очень интересное здание и одно из самых красивых у нас ну просто тем более сейчас там площадь привив порядок проходишь даже удовольствие испытываешь что красивый уголок в городе и ну действительно не стыдно гостя приезжают в город все в область полковом ну должно быть красиво и красиво в самом деле ну вот это старая фотография старого здания и то что там было смеська была симпатичная духовская церковь это третий выпуск четвертый выпуск был тоже посвящен очень интересному зданию зданию окружного суда ныне художественный музей должен отметить что почти все первые выпуски ну вот не помню четвертый а первый, второй, третий точно как только книжка выйдет я что-то еще интересное находил по закону подлости вот пятый выпуск вот это здание пятый выпуск дома ну незаметного но для меня очень близкого потому что мимо этого дома девять с половиной лет я шел в школу, ходил в школу и помню это здание совсем таким неблагоустроенным еще относительно и помню даже доску мемориальную которая там висела на этом здании деревянная простая доска которую пытался восстановить и просил банк ну сделайте вы что и того не сделали вот шестой выпуск а что это здание это здание это Беломбест Беломбест Беломбестбанк они ставили ко стенку там больше ничего не осталось там все ну и оно еще интересно тем что там родился и живу академик Беломбестбанк на Алферова все знают но это на уровне Алферова нет просто не уряд этой премии все замечательное а вообще это светило наш уроженец родился в Витебске причем дедушка у него был главный родин в Великобритании тоже важно кстати мама была видный физиологический работник папа преподаватель это Пушкина 2 это здание бывшего Талмуторы мне кто-то рассказывал что ходил какой-то мужчина политическую говорю что это мой особняк мы владельцы этого здания нас лишили ну вот так ну а неотрученные его называют дату стоимости 18 век начало 19 он построен предреволюционные годы ну вот так вот вот кстати проект его так седьмой выпуск это вот здание во время войны это сейчас деляка дата был готовом партии ну вот первая книжка это уже корпус седьмой посвящена нескольким домам дело в том что когда в процессе работы стал работать над другими книжками ну что-то не монетянница первоначально я так вот полагал сделать серию книжек небольших брошюрок по сути дела два-три печатных листа это где-то 36-48 страничек печатные листья 16 страниц но иногда получается что даже на одну книжку не набирая что называется материал я подумал чего их не объединить и вот так вот я объединял три дома на улице крылова 4 6 10 действительно очень интересные дома связано вот это здание последние 10 связано с одним крылом комиссаром крылова как его звали Николаевич не помню сейчас ну не путайте не баснописец а Семён Николаевич Семён Николаевич не путайтесь с баснописцем официальное название улица называется так улица комиссара крылова но у нас есть следопись на крыловой и 99% литеблян а мы с вами конечно литебляне и литебчане думают что это честь баснописца ну а это замечательное здание построено архитектором городским кибординым кстати правительство музея есть великолепный просто слюни текут великолепный семейный альбом этой семьи ну великолепный и вот большое спасибо я благодарен этому музею дали возможность мне некоторые фотографии использовать в книжке там они воспроизводятся ну это здание даже здесь тоже идёт речь о двух зданиях пожалуйста восемнадцатый и двадцатый это два здания приближаемся к очень известной витебской семье Могучик Валера Могучик не имеет никакого отношения это надо вам скажу ну вот вот открытка с этим зданием тоже много связано мимо этого здания тоже ходил ну вот семнадцать лет школу ну сейчас оно немножко не так выглядит но вообще когда делали постельный ремонт девушки попытались вот на таком виде и сделать это здание там сейчас находится не очень такая известная организация но тем не менее ну вот первых восемь выпусков вообще как я сказал их десять выпусков и я в основном расскажу вам о двух выпусках в основном даже про последний потому что он особенный выпуск ну давайте сначала покажем вот девятый выпуск улица Советская 18 ну вы узнали губернатский дворец и конечно с этой книжкой были большие проблемы в той части что было очень много материала и она получилась очень большой здесь практически два три раза больше обычных книг но с этим дворцом столько связано интересного такие имена ну вот я думаю что большинство из вас не знает что какое-то время руководил губернатором сын родящего допустим писателя вот что здесь ну наполеон уже многие знают поскольку об этом уже много писалось ложечников и даже успел засветиться и шагал в этом здании ну вообще очень интересна история этого здания и все же таки у нас ведь вы знаете вот послушать другие телепридачи почитали газеты наши витебские там разбрасывается когда речь идет о домах разбрасывается веками туда-сюда я писал вам об этом но надо обязательно сказать что здесь у меня были интересные пришественники вот эта первая книжка называется архитектура витебска и автор чернявская ну вот я можно сказать свидетель того как она появлялась чернявская она историк архитектуры минский приехал сюда витебск она совершенно ни черта не знала даже может мне кажется не знала и ей конечно было сложновато все это делать потому что ну когда человек приезжает чужой город вы сами можете представить себе ну вот мы с ней встречались видимо она не только со мной встречалась она ну в общем то книжка хорошая ну не без ошибок там ошибки конечно есть ну просто невозможно такие книжки делать без ошибок понимаете тем более что она сколько она могла посетить потом я буду валить по домам эти коммунального типа она попробовала две недели но что она могла две недели поработать когда я только по одной этой теме коммунального и домов работал несколько месяцев перечертил есть архив вместо этого чуть менее сколько можно работать у нас здесь присутствует представитель нашего архива который мне очень благодарен поскольку конечно вы сами понимаете без такой организации а впрочем кривейческого музея и библиотеке тоже обойтись невозможно ну и вот еще есть одна брошюрка книжка вышла в 80-м году уже представляете сколько это 40 лет да без малого а вот эта книжка вышла позднее на 10 лет 90-го года 90-го года автор Якимович тот его знал Юрий Александрович сын известного писателя Якимовича великолепный человек его очень равно умер молодой совсем вот он в отличии от Чернянской он какое-то время жил в Витебске у нас преподавал поэтому он город конечно изучил гораздо лучше и эта книжка она может быть ну не столь интересна для читателей но она познавательная а? книжка познавательная он писал про здание которое Чернянская не заметила Чернянская брала самое видное здание понимаете самое видное и все понемножку он здесь обстоятельный но для меня как раз она меньше помогает чем Чернянская ну и вообще я об этом уже был сказать а видимо надо было сказать с самого начала что я вообще честно я не ожидал что я за два года смогу сделать 10 лет точнее не просто сделать а издать что сделать можно это не сложно сложнее гораздо издать и тут мне конечно очень помогла и я еще раз благодарен работникам библиотеки руководство облсполкома поскольку мне в семнадцатом году даже помогли дав одну премию дав вторую а каждый из этих премий они имеют еще материальную часть вот эту материальную часть на материальную часть звания человека года я издал почти пять с книг представляете так что помощь была громадная иначе бы конечно не было бы этих книг совершенно это совершенно очевидно но я сегодня хочу особенно остановиться на последней книжке поскольку ну вот я уже показал две книги в одной три дома посвящены книжке посвящена трем домам другая двом домам все остальные по одному а вот эта последняя книжка дома коммунального типа она особенная во-первых обратите внимание нет адресов нет адресов потому что если писать то надо называть десять у нас сейчас в Витебске сохранилось по крайней мере десять домов коммунального типа и обратите внимание я их называю коммунальными домами потому что это не совсем правильно но я сделал небольшой ответ дело в том что вот в наследие советской власти от царской власти досталась одна большая проблема жилищная почти не жилищный фонд революции был частных руках всех практически владельцев домов в середине двадцатых годов в городе уже не было дома отбирали национализировали и казалось бы таким образом можно проблему было решить она не решалась больше она усложнялась ну было так называемое уплотнение ну понятно что вот дом частный где жил академик гальданский частный дом забрали все и владельцу сказали пошел вот но был еще другой вид и притеснение так можно сказать это уплотнение то есть вот представьте себе женщины живут с мужем трехкомнатной квартире мужчина женой с ребенком трехкомнатной квартире на четырехкомнатной валюты новый власть приходит и говорит товарищи дорогие вам слишком шиконно три комнаты вам на двоих на одна комната а остальные ну и другие к семье подсели и трехкомнатная квартира встречается в коммунальную со всеми вытекающим от этого счастьем общим туалетом разными людьми которые не всегда контачат ну я не знаю молодежь наверняка не знает а вот люди моего поколения чтобы коммунальный квартир помнить превосходно некоторые жили как я знаю точно это был кошмар но и это ничего не решало в середине где-то двадцатых годов началось началось строительство крупных предприятий угрожан вот у нас в Витебске начали строить крупную человеческую фабрику имени Ким у нас до этого была небольшая фабрику у нас строили громадную швейную фабрику знамя индустриализации количество работающих и там и там исчезалось тысячами такого до революции вообще даже немыслимо было ну были конечно но в питерских нет ну самая крупная была Двина и там чуть больше тысячи кажется работали то есть громадные предприятия где брать трудовые ресурсы трудовые ресурсы приезжали из деревень а раз они приезжали из деревень значит им нужно жилье то есть проблема жилищных не улучшалась а ухудшалась и вот в середине двадцатых годов наконец-то поняли что надо строить жилье дешевое быстро многоэтажное потому что ну что вы до революции трехэтажный дом это уже считалось головой за счет естественного государства потому что частиков уже такие которые могли строить дома уже почти не осталось вот так возникли дома которых пострадачи называют коммунальными но это неправильно дело в том что коммунальное как явление коммунальное хозяйство появилось первые годы советской власти когда частники были ликвидированы как класс и государство взяло их жилье так возникла организация которая существует до сих пор и которую мы страшно все любим жилищим коммунальным хозяйством мне приходилось в областной газете где я отработал 15 почти лет вести эту тему я до сих пор вспоминаю этого время меня люто ненавидят все мне кажется работники жилищно-коммунального хозяйства и каждый раз приходилось что-то писать ну ладно в общем вот так возникло слово коммунальное а слово коммунное но вот у нас иногда не совсем правильно понимают смысл жилищно-коммунального хозяйства но коммун мы все понимаем что такое коммуна это группа людей которые живет в одном месте в которых общий бюджет очень важно общая как правило руководство общие цели вот классический пример коммун современных коммун это кибуцы в Израиле но простите коммуны наши в советское время в коммунальных домах ничего подобного не было это были просто дома которые относились к государственному собственности в лице жилищно-коммунального хозяйства но вот у нас пятый дом коммунального типа знаете недавно отремонтировали одна из наших газет лицевских когда началась строительство написала дом в котором жили коммунами никто не жил там коммунами какой может быть коммуна директора Кима и какого-нибудь дворника Кима какая может быть коммуна простите господи просто это здание стали так называть причем официально в документах пишется коммунальный дом коммунальный дом просто как в отличии от тех домов тоже коммунальные которые грубо говоря украли участников вот так появились уже дома государственные коммунальные с коммунальной системой планировки причем они были не только такие были коммунальные дома нормальные вот я уже вам сказал второй выпуск дом специалистов это тоже дом коммунальный но с планировкой совсем другой дело в том что многие города провинциальные типа даже Литебска испытывал громадную нехватку специалистов инженеров преподаватели вузов степенями научными вот скажем медлиститут в 1934 году кажется открыли а преподавать там некуда и их переманивали с крупных городов с Москвы с Ленинграда дело в том что в том же Москве и в том же Ленинграде докторов наук профессоров как собак не резали а жить не у всех есть где и поэтому их сманивали как когда-то в наше время сманивали футболистов дать им квартиру ты играешь в нашу команду вот точно это такое уже было в 30-е годы ну а чем их можно сманить жильем то они пойдут в коммуне жить они будут нет и для них стали строиться коммунальные дома а тогда считалось улучшенной планировки по нашему понятию обычной нормальной нашей современной планировки где были комнаты где была ванна где был туалет где была кухня этого всего в домах коммунального типа не было все квартиры двух трех там даже четырех комнатной квартиры представляли собой только спальни если комнаты было трех если квартира была комнатная значит это было три спальни семьи были большие это было три спальни а все остальное ванна там туалет комната отдыха было тоже дело это все было общее на какую-то группу квартир на десять квартир на пятнадцать квартир во втором коммунальном доме про который я сейчас буду рассказывать туалеты догадались сделать в подвале что представляете какое-то было счастье жильцу четвертого этажа при необходимости это я к тому говорю что во первых уже было ясно с самого начала что вот эта планировка коммунального типа что она конечно никуда не годится что где у меня страшно и неудобно и в нашей витебской газете даже появилась публикация напротив этого строительства но автора лучше поставили на место и понимаете и действительно думаешь ведь прав автор оказался он привел пример вот сдали дом на шестьдесят квартир если бы у каждого в квартире была кухня там про туалетные говорят кухня была бы шестьдесят кухонь а так сделали пятнадцать остальные кухни превратили в жилые комнаты это действительно было и так потому что проблема была громадная хуже была проблема только сразу после освобождения Витебска когда жили в землянках когда жили в развалинах домах а тогда это действительно была громадная проблема и коммунальные дома несмотря на то что они были неудобные строили по-трежнему всего известно точно достоверно в архивном данном до войны было построено один из домов коммунального типа я еще не понял итог для стенана таким образом вообще коммунальных зданий в Витебске делились на три группы первая группа это коммунальные дома до революционной постройки те которые забрали участников и превратили в коммунальные домов вторая группа это коммунальные дома коммунального типа уже построенные властью и данными людям 3. коммунальные домы нормальные так называют нормальными планированными естественно вы понимаете что речь идет о коммунальных домах второго типа. Коммунальных домов коммунального типа. Первый такой дом и вообще первый дом кирпичный в городе Витебске в советское время в начале строились в 1926 году. Вы это здание знаете. Давайте еще раз. Покажем его. Так, ну может не очень привычно. Это здание с улицы Суворова. Это здание где находится гостиница. Был какой-то скверик такой, ну садик какой-то был частный. Его снесли и весной 1926 года заложили этот дом. Строили его два года и сдали осенью 1928 года. Это вообще первый дом построен в советское время многоэтажный. Он Г-образный. Г-образный. Удалось узнать, что тот жил в этом доме. Некоторых я могу называть, называя их книжки. Ну а после войны, когда в Витебске не сохранилась ни одна гостиница, а гостей где-то потому что сидеть надо было, приезжали люди. Первоначально, в 1944-1945 год взяли какой-то частный дом, проявленный нынешней площадью Победы и превратили в гостиницу. Ну что это за гостиница, вы сами понимаете. Поэтому сделали вот так. В это время восстанавливали первый дом фурнального типа и решили отсечь часть ту, которая отходит на улицу советскую, превратить ее в гостиницу, а остальную часть, вот эту вот, что вы видите, по-прежнему оставить в жилищную. Там до сих пор не жил. Причем удалось найти даже тех, кто жил там сразу после войны. В архивный материал нашел. Там среди них, кстати, была моя ученица школьная одна из четыре года. Вот это первый дом коммунального типа. Второй в начале строя в двадцать восьмом году. То есть один закончили, стали строить второй. Рядом, на улице Суворова, тут нынешней. Когда она называлась не так, не важно. Володарский назывался. Построил дом, П-образный. Между половинками куклы П сделаны скверик и фонтан. Вот один из первых витебских фонтанов, правда уже нас от советского времени не вообще от первых фонтанов, а именно советского времени, потому что первый фонтан, ну, по крайней мере, два революции, видишь, не был фонтан. Ну, вот здесь фонтанчик этот сейчас такой не работает. Я предложил, чтобы его взяли бы и возродили бы. Довольно симпатично. Такое местечко сразу превратилось. Ну, вот это тот самый дом, где туалеты были в подвале. Я там это рассказывала девушка, которая там, ну, бывшая моя ровесница, которая здесь жила до сих пор еще, всю жизнь она жила в этом доме. Третий дом коммунального типа неожиданный был. И Инна Брамовна называла его даже Дом специалистов. Ошиблась. А на самом деле этот дом находится около ботанического сада. Вот представьте себе, тоже П-образный. Это вот фотография довоенная. Главная палочка от буквы П выходит на ботанический сад. Боковушка одна выходит на площадь Ленина, а вторая нацеплю телевидения. Представляете, да? Вот этот третий дом коммунального типа. Ну, я вам не знал о том, как создавалась книга. Ну, конечно, я за основу взял компликацию в Чернявске. Как потом выяснилось, у меня через дом ошибка. Потому что, ну, я ее понимаю, очень мало сохранилось архивных материалов. Вообще, я сидел над этой книгой в архиве, если так все сложить в общую сумму, несколько месяцев. Я пересмотрел фонды всех строительных организаций, всех архитектурных организаций, жилищно-коммунального хозяйства, и довоенные, и построенные. Представляете, какой объем работ был? Сколько ерунды начитался, невозможно передать. Ну, а что приходилось? Надо читать, потому что какая-нибудь строчку пропустишь, а там как раз то, что тебе надо. Вот. Так что, ну, проблема в том, что иногда приходится домысливать. Но нету точных данных. И, кстати, это касается и дат, и других информаций, скажем, о том, кто жил в этом городе. Вот к чему я завел этот разговор. Потому что мне житель дома, а кроме того, что я лез в специальную литературу, которую я вам уже показал, кроме того, что я работал в архиве, что я читал публикации и всякие. Мы с моей супругой совершали путешествие к этим домам. Дело в том, что, несмотря на то, что она помороже, а я уже больше 70 лет жил в Витебске, я у некоторых домов ни разу не был. Представляете, вот, 70 лет больше, целый район, такой, когда у меня одна забава называется, Новый быль, никуда там не был вообще. Я думаю, что многие из вас тоже. Но всегда мы заводили разговор с людьми. Сколько нам сказали сегодня? Вот здесь мне сказали тоже. Этот дом был для военных. Хотя достоверно известно с публикацией, что нет. Это был обычный гражданский дом. Но дело в том, что, многие из вас были не помнят, в советское время был какой-то порядок. В каждом доме давалось одно количество квартир строителей, не военных. Там две квартиры, допустим. Поэтому наверняка здесь действительно жили военнослужащие, можно не сомневаться. Но раз жило два военнослужащих, значит вообще все военные. На самом деле это, конечно, не так. Ну вот это третий коммунальный дом. Четвертый коммунальный дом. Возник рядом с тем, с первым и со вторым. Вы тоже его знаете, этот дом. Он ведет к успеху памятника 12-го года. Он строился тоже с большим трудом. Мне удалось найти материалы чисто строительные. Сколько строителей, как они работают, какое качество. Но, понимаете, в моей биографии есть такая страничка. Я довольно много лет работал в строительной газете. Газета называлась «Строитель». Это была газета 9-го и 28-го и 33-го. Так что я находился на стройке, слава Богу. Это, конечно, чудо вообще. Что такое наши строители? Я вообще представляю. Но объясняется, что, оказывается, строители до войны были еще хуже. Неужели? Да? Если не строитель, кстати, знаете ли вы такую вещь? Биографию Василия Быкова. Василий Быков закончил. Он у нас стоит на училище. Но поработать не успел. Как раз он закончил перед войной. Так что, но один дом он строил. Он описывает воспоминания. Прочитается в основном. Он пишет, что на улице Гагарина нынешней. Они там, где круг кирпичного завода. Он кладку совершал. Было очень холодно. И они бегали греться на завод кирпичный. А на кирпичном заводе с техноком работал мой зять. Такой, на который погиб. Я думаю, что многие где-нибудь даже не встречались, понимаете. Так что вот это насчет строителей. Ну, не будет. Значит, четвертый дом коммунального типа есть. Ну, а пятый, я думаю, представлять вам не надо. Это все знают. Во-первых, мне он представляется наиболее самый красивый по архитектуре. Это вот фотография довоенная. Покажется сейчас. А, нет, этого не то. Значит, мы не будем больше ничего смотреть. Ну, вы все представляете. Пятый коммунальный. Это все, так сказать. Целый район называется Пятый коммунальный дом. Ну, самое удивительное, что мне тоже не удалось ничего найти про тех, кто жил там после войны. Я не сказал еще о том, что после военные годы почти все дома, не почти все, наверное, все у нас дома, все коммунальные дома коммунального типа перепланировали. Потому что ясно было, что вот эта планировка, когда, пардон, туалет в подвале, а комната отдыха на чердаке никуда не идет. Ну, вот этот Пятый коммунальный дом, он строился. Кстати, в публикации, которую я упомянул, помните дом, в котором жили коммуны? А в ней никто не жил. Вообще никто не жил, по-моему, там. Вы знаете, что дом построили для строителей. Это тоже вещь, которой для вас будет, наверное, удивительно. Дом построили для Кима. Сразу. Причем, когда его строили, я в книжке перевожу эти документы, Ким, само предприятие, очень мало помогало строителям. И там этот Ким ругали, почем себя стоит, даже конкретно людей. Сына одного этих людей я знал. Он уже, не знаю, жив, или сейчас уже, наверное, очень много возраста. Это здание, но, правда, вот в чем. До войны, и даже после войны, еще до года, наверное, 50-го, было специальное спрошение, ну, Совета народных комиссаров, Совета министров, разрешающее. Вот, слушайтесь, я почему об этом говорю. Насколько было страшно. Страшная проблема жилья. Разрешало строителям жить в домах, которые они сами еще только строили. Дом не сдали. Там не покрашены, стены там не штукатурены, но строители уже имели право жить. Вот насколько какая была громадная проблема жилья. И там же или строители богатого строили. Вот поэтому появилась такая публикация, что строили для строителей. На самом деле. Ну, вот первых к этому. А дальше начинается еще интересное. В книжке у Чернявской, и главное, я уверен, что вы сами тоже знаете, где 6-й коммунальный дом. Кто знает? Дело в том, что Чернявская, и она здесь ничего не придумала, вам все старожилы скажут, 6-й коммунальный дом. Видите, даже не коммунального, не коммунального. Именно коммунального. В краткости говоря, но это неправильно, нельзя так делать. Находится на улице Горького, там не помню точность, а с 7-го дома на Иваново. Только что вы представили это место. Шелковый комбинат, представляете бывший? Горького 62. 62? Да. Комбинат, шелковый комбинат, есть остатки с него спиной, напротив там Дали, бывший. На горе. Ну, сначала я на дворе спионеров, там был офицер, а на горе стоит сначала двух- или трехэтажное здание общежития, кажется, Шелкового комбината. А дальше там Дали, стоит еще какой-то дом. Я там тоже первый раз появился с верой совсем не дал. До этого никогда там не было. Доходил только до общежития, как-то барышню молодые годы провожал до общежития, дальше туда не дошел. Вот. Вот именно этот дом и все называли 6-й коммунальный. И так у меня было в книжке. Но, перед этим, в архиве, в фонде строительных организаций после войны, я нашел документ. Список домов, которые должны были восстановить там какой-то квартал, какого-то города, там, 46-го года, 47-го. И там было написано, 6-й, 7-й коммунальные дома. И адрес. Смоленское шоссе. Ну, Смоленское шоссе и улица Горького, это не одно и то же. Я подумал, ну, вы знаете, после войны люди нехорошо знают традиции, все городские там, то и все. Шестерка, восьмерка, перепутали все там. На шоссе там в Смоленском, наверное, 8-й, 7-й, а 6-й там. И так у меня было написано. И так все было готово, и так вы, скорее всего, прочитали бы, потому что уже готовы были читать, скорее трудовать. И вдруг, работы в архиве, совсем по другой теме, вообще не меньше никакого отношения ни к домам, ни к чему. Я наблю письмо с 40-го года одного из партийных работников Витебска, жалобу в ЦК, партии в Москву, на то, что ему не дают работать. Не дают работать. Это письмо совершенно мне неинтересное, никому неинтересное, но в нем же адрес. И там написано, 6-й коммунальный дом, улица Смоленского шоссе. Все, никаких вопросов нет. 6-й коммунальный дом и 6-й дом коммунального типа находится именно вот здесь, вот то, что вам показывают. Где это, что вы представили себе? Вот улица Жесткова, вы прошли пожарную охрану, там такая улочка идет маленькая, перпендикулярно опирается в прокуратуру. Направо, справа там за пожаркой предприятие, которое выпускало пожарные все эти штуки. И с этого дома, вот они. Справа от нас Московский проспект, слева улица Жесткова. Я правильно и говорила, что на московский они выходят. Ты почти правильно сказала. У меня там подружки поможут. Я на жестокое говорил, да? Я просто помню. Я в эти дома тоже ходил. Дело в том, что дома коммунального типа имеют большую особенность. У них лестничные клетки освещаются естественным путем, а именно окнами. Вот то же самое, что творится сейчас на фрунце в наших первых блочных домах. Там то же самое, заметьте. Лестничные клетки освещаются естественным путем, то есть окнами. И вот особенность позволяла мне сразу обратить внимание на этот дом. Дело в том, что в 97 году я писал книжку по истории своей школы, первой. Она вышла, называется первой, не только по номеру. И в этом доме, который подальше стоит, это 15-17, значит, в 17-м доме по улице Жерского, сейчас в такой адресе, жила одна учительница наша, послевоенная. И я к нему два или три раза был. Я присмотрелся, смотрю, все сходится. Четверхэтажки, невзрачный на вид, явно лестницы с окнами. Может быть они тоже в какое-то имеют отношение. И вот теперь получилось полнейшее подтверждение, что это 6-й и 7-й коммунальный дом. А что тот на Максима Грункова? И один прекрасный день мы с Верой совершаем экскурсию на эту городку. Ну, у нас уже сложилась традиция. Сначала мы все обсматриваем, фотографируем. Точнее, фотографируют она то, что я не умею. Она лучше не умеет делать. Не убариться. Вот. А потом начинаем опрашивать жителей. Нам повезло. Сидят за скамеечкой, значит, за столиком молодые, ну, лет под 40-40 лет. Женщина-мужчина. Попивают пиво. Столеты спрашиваются. Главное расспрашиваем. А скажите, кто здесь у вас старожили, из которых живут, может быть, там, послевоенный прием? Они называют мамону старушку. Мы к ней поднимаемся и счастье. Я ее знаю, она меня знает. То есть мы внешне знакомые. Я даже не знаю, как ее зовут, честно говоря. Но она знает, значит, она уже не боится меня впустить к себе. А обычно, вы знаете, незнакомого человека, пожилые люди. Она нас спускает с Верой. Начинаем расспрашивать. Духовная квартира. Тоже шестой коммунальный дом. Все нормально. Кимовский, кстати. Мы на здании... Мы уже, может, следующую фотографию. Мы уже перескочили на восьмой условный дом. Это да. Там, если видите, на входе написано Ким. То есть Кимовский дом. Все правильно. А можно посмотреть. Она нам решает. Мы смотрим вторую комнату и ходим в туалет. Сейчас внимание. Представьте себе комнату. Метров шестнадцать точные. В центре торжественно стоит ванна. Окно рядом. И, простите, унитаз. Я в ванную комнату с окном встречал первый раз. Не знаю, может, кто-нибудь увидели. Я никогда не видел. То есть совершенно стало ясно, что это обычная жилая комната. Которую после войны приделали санитаны. Вот и все. То есть это было трехкомнатная квартира. Так что вот мы получили еще одно подтверждение, что это явно Кимовский дом коммунального быта. Страшность запущена, надо сказать. Ну, далеко, знаете. Одна часть там, наверное, тоже не бывает. Даже как в Василии Рыбовского. Следующий. Ну, давайте начнем восьмой дом, да? Следующий. Да. То есть Вы сказали тоже шестой. Такое что, на самом деле тоже шестой? Нет. Это распространенное… Я Вам не сказал еще одну вещь, сейчас расскажу. Я уже представлял эту книгу «Коммунальные дома» в одной другой аудитории. Меньше, чем здесь. И когда я рассказал эту историю в шестом коммунальном, поднялась две дамы пожилые и сказали, товарищ Другой, Вы ошибаетесь. Мы жили в этом доме после войны. И Вы хорошо знаем, это шестой коммунальный дом, не дурите нам голову. Вот в этом? Вот в этом доме они жили? Нет. Ну, в этом, да, да, Максима Горького. Это шестерка, они говорят. Все называли шестой. На самом деле, в городе его называют шестой коммунальный. Черьянская ошибность не случайна, потому что документы тогда не видела никакие. А говорят шестой. Ну, он говорит шестой. И вообще, какое имеет значение или нет, шестой или седьмой? На самом деле, я начинаю объяснять еще раз. Поймите, вот есть письмо человека сорокового года, где он называет шестой коммунальный «Смолянское шоссе». Ну, какие здесь могут быть сомнения? Никакие. Просто, я говорю, после войны так получилось, что стали называть и все. Нет. Нет и все. Мы расстались, скажем, при своем мнении. И когда я пришел, успокоился, я вспомнил. Я же два момента спросил, а может там кто-нибудь жил с известных людей, про которых я не знаю. Через пару дней случайно одну из них я встречаю около пирамиды, как не бросаюсь его. И слушайте, а вот кто-то там жил еще с известных. А там ничего такого не было, простые рабочие жили кимовские. А между прочим, мой муж тоже сказал, что это шестой коммунальный дом. И там даже написано на нем, что он шестой коммунальный. И тут уже меня схватило. Как-то мы с Верой могли пройти именно такого дела. Как-то мы не заметили, что там написано. Ким-то мы заметили, срочно связался с мужем. Нет, она ошиблась. Ничего-то не написано. Так что будем называть его условно восьмым коммунальным домом. Так, ну, девятый коммунальный дом оказался рядом со мной. Хотя я вам скажу честно, я вот эти номера все могу называть только семь. Восьмой, девятый, десятый домах, про которые мы говорим, ну, я не знаю вообще. Номера в архивы сохранились, упоминание о них как в коммунальных домах, но номеров и нет. Почему? Я думаю, что все-таки, понимаете, архивы, наши архивы, во-первых, как они комплектовались до войны, мы не знаем. Во-вторых, война, часть архивов вывезли в тым, а то и вернули. Часть архивов вывезли немцы, и кто же вернули? Все ли, и все ли. Часть архива нашего, когда везли, там подмочили, я не знаю, каким образом, но были намокшие эти все документы и, естественно, уничтожили, читать невозможно было. Так что просто, ну, нет материалов и все, и хоть ты угли. Ну, вот этот дом на улице называется Новый Быт. Вообще, это был целый район, который возник в 30-е годы. А где это? Сейчас я вам расскажу о том, что у нас с Верой была дача в станции Княжица. И каждые выходные мы с ней поездом ехали на параллелье Полоцка, проезжая мимо этого района. Там как раз поезд поворачивает громадный район, там вот мелкомбинат и все это прочее. Этот район возник где-то в 30-е годы. Там, видимо, были пустыри, и стали застраивать как крупные дома, так и частные, давали возможность застраиваться. Так он возникло, назывался район Новый Быт, официально. Никакого района сейчас такого нет, как нет Пятого коммунального, как нет Лучосы, как нет Песковатьков. Это все народные названия. А улица Новый Быт сохранилась. И вот когда я, мы проезжая каждый раз поездом, говорю, надо сходить. Так несколько лет. И супруга говорит, ну когда-то, конечно, выпало свое обещание. И вот однажды, мы выбрали время, не было дождя, не было солнца, как раз все было нормально, нам же поснимать надо было. И мы явились в этот район. Дом сразу нашли, потому что там, сейчас там есть даже 5-этажные дома, но это все современные, явные послевоенные. А довоенные, он, конечно, единственник в этой части. Но видите, они все примерно одинаковые. Ничего лишнего. Каждый сантиметр учтен, потому что надо построить такой экономный и с точки зрения строительства тоже дом. Ну, условия проживания там тоже еще те. Дом тоже запущенный страшно. Ну, вот будем считать его 9-й коммунальным. Дом коммунального типа. А 10-й дом я присмотрел у себя на улице Фронза. Ну, узнали вы его или нет? Да, да. Ну, вот приезжая мимо, опять-таки, вот видите, ну, видно, вот окна эти, это месячный клятв. В архиве упоминается коммунальный дом на улице Фронза, но не указывается естественный номер, ничего. Ну, я думаю, что я не ошибаюсь. Хотя, повторяю еще раз, документального подтверждения нету. Опять-таки, по старой привычке я иду, беседую с жильцами. Встречаюсь с молодым человеком, лет сорока, который, как выяснилось, всего 7 лет я живу, который занимается ремонтом. И он мне рассказывает, что это дом офицерский. И здесь даже есть, как он выразился, комнаты для, ну, не прислуги, он сказал, не адъютантов, а... Денщиков. Денщиков. Я говорю, простите, какие денщики? Красная Армия, вообще. Господи, какие могли быть денщики. Ну, тещина комната какая-то там. Короче, я думаю, что это очень, знаете, похоже на правду. Дело в отчете. Ну, все вы знаете, воинскую часть на улице Фрунзе. По старым нашим советским законам, в печати называть воинскую часть, это харакири, все. Мы с ними сработали. Это было запрещено. И на студии, видите, что если бы не был такой случай, когда во время передачи, кто-то без санкций стал рассказывать про эту часть вообще. Это был страх Божий. Так вот, на самом деле, вы знаете, это бывший завод Лисовского. Кирпичный завод. Издросовый. Издросовый. Кирпичный, Издросовый завод, который был за пределами Витебска. Очень известный. Там сохранивались эти корпуса производственные, которые он уже после первой войны там стал хереть. Все это было сформировано. В советское время его превратили в казармы. Эти знания. И там стояла воинская часть. Так что, вполне возможно, что здесь, в этом доме, действительно жили офицеры. Да. Возможно, отрочи. Даже в наше время там жили офицеры. У меня одноклассница там жила, а отец у него был военный. Да. И служил там в части, да? Не знаю, где он служил, это было давно. Я уже просто не помню. Но знаю, что отец военный был. В рядом части, вполне возможно, что... Да. Вполне возможно, отрочи. Мой же папа был военный, и все военные здесь жили. Это военный дом. И моих одноклассников. В 60-е годы. В 50-е и 60-е годы. Да. А потом построили рядов, тоже еще военных. Мы же говорим про 50-е годы. Но, тем не менее, это вполне очень похоже на правду. Что, действительно, вы понимаете, часть отец расходится и рядом построили. Ну вот, 10 домов коммунального типа. В архиве угоминается еще один дом. На улице Революционной. Но на этой Революционной улице сейчас такого дома нет. Значит, скорее всего, он не сохранился. И так чудо, по сути дела, 10 домов сохранилось. По всей видимости, он не сохранился. Ну и где он даже примерно был. Сейчас сказать очень сложно. Я так упоминаю, что будто бы он был, и все. Вот. Этим самым и заканчивается рассказ про дома коммунального типа. Но! Когда мне осталась книжка, осталось много места. Тогда мы с моим соавтором, я могу назвать соавтором Сергеем Сиреновым, который мне все книжки выставит. Он не просто выставит. Он чудесный памятник с чудесным вкусом. Всегда все подсказывает. И он предложил, давайте сделаем оставшуюся часть свободной. Посвятим фонтану. Тем более, за уши привязать можно. Фонтан во втором коммунальном дуе был. И вот, окончание книжки посвящено Витебским фонтанам. Там вся история Витебских фонтанов, которая существует. Известна фотография Витебска. У губернатского дворца. Если вы помните, губернатский дворец. И на месте, где существует память 1912 года, там стоял фонтан. Там замужена лошадь, там сам этот фонтан металлический. И надпись. Вот в Витебской энциклопедии написано. Это строительство Витебского фонтана. На самом деле, это строительство. На самом деле его уже убирают. Специально фонтан убрали, чтобы построить свою память. Ну вот так, что там целая история про все эти Витебские фонтаны. Включая там мест осталось. Мы даже современные фонарапии построили. Ну вот, я так длинно вам рассказывал про последнюю книжку. Потому что, во-первых, я хочу, чтобы мы все-таки правильно называли лесодома. Именно дома можно назвать и коммунальными, но обязательно коммунального типа, чтобы, так сказать, не путать. Ну а во-вторых, в общем-то я думаю, что на процентов 90-95 то, что возможно было сделать, сделано. Хотя не исключено, что в один прекрасный день Светлана Мюсоедова, то есть лица нашего славного архива, найдет какой-нибудь документ и скажет, а вы его не знали. Вот вам подарок. Она вообще мне много помогает, Светлана я пользуюсь. В случае, я тебя благодарю. Так что, кто знает, может быть, мы уже что-то со временем узнаем. И больше ничего. Еще? Мне нельзя отговаривать, что было говорить. Это очень опасно. Когда мне разрешали говорить, я читал джерсу Орень, у меня в первые секунды. Три часа. Правда, они записывались за мной. И тем не менее. Так что... Я пользуюсь случаем. Хочу, во-первых, пригласить вас 29 мая в музей частных королевцев. Я не знаю во сколько будет открытие моей выставки открыток, посвященной 75 лет освобождению Витебска. Видите, какие открытки выпускали. Хотя там особой редкости особо нет. Там буквально пару открыток редких. А острая обычно открытки. Но тем не менее. Ну и хочу вас заранее пригласить. Завтра отнесу в Типографию книжку, посвященную 70-летию освобождения Витебска. Я думаю, что 26 июня они нам сделают. Отпечатают ее. И приглашаю вас на презентацию этой книги. Там, я думаю, тоже много будет нового для вас. Ну где-то мы планируем там 24-25-го. Ну где-то вот в районе следить за... И за анонсом. Июня. Да, июня. Где-то, может быть, здесь же, наверное, и сделаем. Ну вот. Спасибо за внимание. Спасибо вам. 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 На одном из сайтов гостиницы «Редак» здание, в котором мы находимся, датируется конец 19-го, начало 20-го века. На самом деле, 26-28-й год. У меня в театр Ляйке это самый выпьющий случай. Дом Вишника, а то... Восемнадцатый век. Причем это кандидат исторического века. У меня тоже в лицам музея. Я хочу всех наших сотрудников поблагодарить. Игорь Михайлович, потому что он действительно проводит огромную работу. Он посмотрел, там, 68-й год, можно было бы отмечать 50-летие вашей творческой дети. Да, 60-летие снова. Так что немножко... Не важно. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Снизу, всегда, в магазине «Бухинист». АПЛОДИСМЕНТЫ Снизу, всегда, в магазине «Бухинист».